Если вы хотите подробности узнать в этом вопросе, хорошо, вкратце вам их расскажу. Если у человека сильное напряжение внутри, то оно побеждается длительным движением и неподвижным положением тела. Если у человека лишний вес или токсины внутри, то они побеждаются постом и длительным движением. Если у человека жар и воспаление внутри, то это побеждается постом и статическим упражнением. Видите, три вида аскезы побеждают три вида старения человека. Вот я вам сейчас назвал три вида старения, других видов старения нет. Или напрягается организм постепенно все больше, и у человека появляется боль в суставах, боль в позвоночнике, в голове это старение. Оно побеждается длительным движением и неподвижным положением тела. Или у человека лишний вес пошел, это старение. Или токсины означают вот аллергия там. Это тоже, ну скажите, я же молодой, что это за старение? Мы стареем с самого рождения. Ну то есть аллергия там, жар в теле, воспалительные процессы означают неподвижное положение тела и пост на воде. Две, два типа аскезы побеждают жар в теле. Если худеешь, то означает напряжение. Длительное движение и неподвижное положение тела. Вот. И воспалительный процесс, неподвижное положение тела пост на воде, а если толстеешь или токсины, то длительное движение и пост на воде. значит все три вещи делаешь и не паришься всегда бывают смешанные типы старения то бывает что-то преодоладает у вас допустим лишний вес преобладает над всем молодого человека преобладает жар и напряжение две вещи у вас только напряжение преобладает вы не чувствуете пока молодая вот я чувствую потому что я старая бодраный пес и как бы уже давно еду то есть я чувствую потому что я специалист ладно напряжение до длительное движение просто там знаете как суставы если говорить о ходьбе то сейчас я вам скажу мелкие суставы да или если есть возможность внутренняя или час бега или два часа непрерывной ходьбы как только человек выходит на эту дистанцию мелкие суставы уже болеть не могут они вылечиваются за два-три месяца до свидания и плюс статическое статические упражнения тоже неподвижное положение тела тоже вместе вот сочетание этих двух вещей мелкие суставы уже все они могут болеть потому что напряжение уходит из них аскеза вытаскивает алки напряжение означает ли энергии времени аскеза выталкивает время до свидания болезни все пост на воде лишний вес убирает как бы жар в теле воспаление когда в организме а бруцеллез это воспалительный процесс означает жаром ну все вместе надо делать скорее всего кого вы очень напряжены вам не надо делать пост на воде вам надо длительно двигаться и неподвижное положение тела когда вас немножко расслабит потом можете делать пост на воде и тогда вас не будет тошнить ни сильно ни слабо потому что сейчас вы делаете для себя не ту аскезу которую вам нужно совершать молитву надо читать свою то есть надо искать свою веру которая какое вам больше нравится вера такую молитву и читает а длительность поста мы говорили об этом бывают разные я не буду сейчас даваться в эти подробности у нас лекция в целом про успешную жизнь до 100 чувство собственно достоинства и концентрируемся на этом я вам просто рассказал что когда человек имеет плохой период жизни то это отражает тоже на чувство собственно достоинства как собачка допустим если она такая скользкая и вонючая как бы значит она болеет на чтение хватает энергии природы но когда их картает энергии природа на становится мягкой пушистый такой радостный это значит что она здоровый образ жизни ведет собачий до киргизстане я хотел предупредить киргизстане некоторые сразу час сорок начал бегать и сразу прибегут в гроб потому что люди очень такие как бы упертые такие они услышали альгинач мы тебя услышали все час сорок для здоровья хорошо час сорок значит и в гроб сразу потом то есть начинаем бегать 500 метров потом постепенно увеличим дистанцию потихоньку мы рассчитываем на два года два через два года 16 километров лучше два с половиной три года может через три года и постепенно так никуда не торопимся в гроб же мы не торопимся правда то есть мы хотим потихоньку сейчас постанавливаться все или поститься самое большое два с половиной суток значит я два с половиной суток буду поститься я же и киргизстане родилась хорошо сразу гроб потом тоже значит начинаем поститься с полдня потом постепенно приходим больше статические упражнения тоже делаем постепенно наращиваем никуда не торопимся можно бегать вечером но для того чтобы лечиться нужно бегать с утра и до 12 дня потому что пока когда солнце восходит тогда и лечение идет то что так же когда человек молодой он рожает солнце восходит означает рожать можно и в 45 но лучше когда молодая девушка солнце восходит идет лечение точно также рожаем по молодости и и лечимся когда день еще молодой день молодой мы лечимся когда он уже в возрасте день уже как бы другими дела любим всех там мои года мое богатство другими делами нет мы конечно лечимся всегда но когда мы говорим про день понимаете солнце восходит это лечебное время молодой день он такой знаете все молодой она хорошая такой яблочко с молодой такое хочется скушать так и утро во время дня но предназначен для лечения а вечер предназначен для любви для мудрости ну как бы вот так поняли можно просто начать стоять вообще как бы лучше всего статическими упражнениями не сильно заморачиваться я вам рекомендую всего три первое стоять начинать с этого и не двигаться подолгу и молиться а потом обязательно после этого походить то есть после статических упражнений всегда нужна динамика чтобы снять статическое напряжение ну час сорок сразу вы же я же говорю в кыргызстане потом падать надо начинать понемножку с 10 минут и постепенно увеличивать вот дальше дальше поехали мои хорошие вы очень активизировали сильно я чувствую меня сегодня отпустить на самолет нет нельзя все сейчас сейчас должна быть лекция все итак а второе упражнение садимся просто ноги вытягиваем вперед и вот так гибаемся вперед вот после того как стоишь можно это делать да а после того как ты едва уже научился делать стоишь и вперед можешь стать на колени и нагнуться назад вот так и постепенно лечь вот так на пол и колени под себя подогнут это самое сложное всех трех упражнения и когда ты три вот этих дел больше ничего не надо делать этого достаточно чтобы быть здоровым